всем привет сегодня видео посвящено лбз тт7 как его сделать очень сложный лбз на самом деле и такой довольно таки неприятное потому что здесь нужно избить базу или ее захватить и в то же время нанести 3к и победить удобно 3 фрага сделать сложность бывает в том что ты сбиваешь базу но не побеждаешь или побеждаешь но не сбиваешь базу конечно же самое легкое конечно ты выбрать режим встречного боя и где-то как-то обычно как подождать какую-нибудь такую карту типа утес где база находится абсолютно на центре и разочек просто сбить тут это лбз стоит в том что сбить нужно базу только один раз то есть вам не нужно постоянно ее сбивать там и так далее нужно просто один раз бить но если вы захватываете эту базу если вы хотите сделать это лбз захватом вы должны захватить базу полностью то есть выиграть бой именно захватом базы помните об этом случайных боях конечно же сложнее подловить такие карты где база находится вне прострела от кустов да там с какими-то горками где стоят обычно пт чтобы вас не сбивали но такие карты тоже есть и принципе нужно чтобы просто как-то совпало или просто какой-нибудь там упарант заехал в начале боя на базу и вы этот момент по нему попали вот примерно так выполняется лбз в данный момент мы на карте старая гавань честно говоря я вообще не думал про выполнение от лбз мы просто вышли в вечерком поиграть взводом оформить на восьмерках но и лучшее конечно сочетание для побед и для игры это конечно же цикличный танк плюс барабан потому что цикличный танк он всегда заряжен не дает поражать к вашему барабану а барабан всегда прикроет вас цикличный танк если кто-то куда-то будет прям жестко вас упарывать в данном случае мы сделали такую такую ловушечку я поехал в туннель сразу же поджал а сомик у меня стоял сзади не светился якобы я здесь один давайте ребятушки вкатывайте их только не вкатили конечно мы же тут же начали постреливать поэтому конечно с ума в паре конечно с каким-то тяжом он конечно очень опасен потому что ему дают зарядиться перезарядиться вот здесь у меня снаряд видите в левого не во внешку ушел и здесь уже должен был забирать мне и так бы к выбитая здесь наряд просто улетел во внешку в левую сторону и плюс млеха мне нравится нам легче 5 вот здесь то здесь снаряд на вот право ушел я ему выцеливаю и нам легче прикольно играть тем что она танкует на самом деле их расстояние то есть не все танки и пробивают да там есть кишка птшки там еще чуть-чуть большим большим пробоем большим калибром конечно там спасение нет но много танчиков которым не хватает пробой и они испытывают проблемы с когда встречают млеху перед собой ну у меня например то же самое то есть это тоже проблема пробить млеху в данном случае в данном бою я честно говоря вообще даже не задумывался о выполнении лбз ну мы просто сидели играли на победки нет собственно говоря кроме тяжа то и больше не было восьмерок я кроме тяжа еще только есть кпз и лтшки но мне все лтшки без оборудки все все по походу на думал что будет черный рынок зимой хотел купить бабаху 183 чтобы выполнять лбз на пт-15 там где нужно 6к на стрелять но к сожалению именно в этот год отменили черный рынок и поэтому не серебря не бабахи нет вот пожалуйста один из благоприятных моментов для выполнения этой лбз тем что база видите находится в такой низине преобразной да где чтобы ее сбить нужно прям приехать прям в нее прям упороться такая же например база на карте химки да допустим если противник занял гору и стоит там не хочет никуда съезжать вы просто заезжаете берете базу и все его опять же на карте химки например очень часто это лбз тоже выполняется именно случайно стандартных боях вот такой вот бой я надеюсь вы услышали мою рекомендацию по игре во взводом опять же повторюсь цикличка плюс барабан все и у вас будет все хорошо просто аккуратно отыгрывайте только друга прикрывайте друг друга и у вас будут хорошие бои будут хорошие победки все всем удачи пока хорошего нагибчика смотрим итоги победа даже мастера дали 3 и 300 я накидал вторую отметку забрал и тт7 пожалуйста в этом бою была выполнена не ответить у меня сомик накидал 4k и соответственно я тоже накидал но отличная карта для тяжей на самом деле именно для тяжей эта карта хороша я бы как бы не советовал ее исключать всем удачи всем пока выполнение надеюсь подсказал как делать эту задачку успехов